Бронеколона Бронеколона Прямой пометкой в топливный Видимо ждали Разведчик ждал На ходу открыл Задний люк матомой Из БМП никто не выбрался Машина уже горела как факел И сбавляя ходу поехали дальше Подъехали к башне Пришкерились к северной стороне Оставшиеся в живых защитники Уже сидели и лежали внизу Среди руин к рухнувших этажей Мертвые и живые Живые, кто мог, отстреливались наугад На вспышку Мертвые терпели вождать Раненых человек восемь Шестеро на ногах За командира старший сержант С позывным налим Минут пять размещали раненых Пока те, что на ногах вели бой Стали засунуть в мотолыгу Семь мешков с трупами В глухой темноте промозглого утра Посреди слепого стрелкового боя Распределились по машинам, как могли Трехсотых прибавилось Двухсотых вроде нет К медведю в бетер Влезли легендарный корректировщик Булеметчик Филичи Дан Который не покидал башню с октября Целевоньки И еще пятеро сели, все на ногах Неожиданно пришлось задержаться Не все уместились в мотолыгу Как ни присут Все, двухсотых оставляем, блядь Крипнул на лет Едем все, ответил рыком медведь Так, блядь, веселее Вяжите мешки двухсотами На броню, на рамы Бегом, блядь И только когда матерясь и отстреливались Перекантовали трупы на раму Машины двинулись дальше На подъезде к пожарке оказалось Что разведка ошиблась Из пожарки их здорово причесали ДШК И похожий утес Ну и пару гранат до кучи Из РПГ В этот раз мимо Медведь принял решение В самоубийственный бой не вступать А обходить пожар на скорости через нас Вася фиксанул под обстрелом Слишком задрал на подъемную скорость БТР залезло И машина перевернулась на спину Напоминая огромного железного жуга С вращающимися, как беспомощные лапки, колесами Матолыга пошла дальше без остановки Замес был крутой Трупы на броне постепенно превращались в решеток Медведь открыл люк И тут же увидел со стороны пожарки Лететь светлячок Прямо к ним Водила не выключил свет внутри Открытый люк Выдал мы в темноте Вспышка удар Медведь закрыл руками лицо Открыл глаза и увидел, что горит Попытался сбить пламя Вывалился из люка Лицом в свежевыпавший снег Снег зашипел Медведь не чувствовал лица Сбил пламя Он потянулся назад к люку Чтоб достать автомат Увидел, что водила срегнулся калачика Дернул его за плечо Голова как резиновая Упала на бок Лицо у него словно срезало Одна каша кровавая Прости, Вася Не повезло в этот раз Только и успел прошептать комбат В этот момент Уже все трещало У него сомбов в голове Истрых в глазах Темнота Потеря сознания Когда медведь пришел в себя Он лежал на животе на асфальте Кругом городские дома Башка раскалывалась Рукам шутка неудобна Все ясно Связано за спиной Плен Он и его ребята Лежали на полу Лицо у всех в крови Вместо профессионалов В балаглав Вокруг стояли бандитского вида парня Без балаглав В камуфляжке С кусками железной арматуры в руках Значит так фашисты хуевы Мы у вас в коробочке пулемет нашли Кричит Ваха Покручивая безбольную битву в руки Кто из вас пулеметчик Кто вчера с башни покрошил моих парней Молчание Без всякой команды Парни в камуфляжке Начинают пить арматурой Всех лежащих на полу Удары, крики, стоны Снова удары Через минуту взбиения прекращаются Слышно тяжелое дыхание И тех и других Кто-то стонет Кто-то уже нет Двое лежат без движения Ну что, твари, память вернулась? Снова кричит Ваха Поднимая руку с битой И тремя ручными часами на запястье Все, хоррэ Я пулеметчик с башни Говорит величина По жизни Саша Полунин Русский парень 26 лет Школьный учитель физики Ису А мы с тобой Брат из двух вод А летом лучше, чем зимой С войной окончили мы счеты С войной окончили мы счеты С войной лагом чешей мы счеты И шиней В нашем доме Война сгнула и косила Пришел конец ей с тобой Четыре года мать без сына Четыре года мать без сына Четыре года мать без сына И шиней Пошли домой К залей и пеплу наших улиц Опять, опять Товарищ мой Скворцы пропавшие вернулись Скворцы пропавшие вернулись Скворцы пропавшие вернулись И шиней Пошли домой Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан 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 ...это билет в один конец. Они прекрасно знали, что на этом проклятом маршруте следования колонны в последнее время сгорает все, что движется. Формально Украина не находилась в состоянии войны.